Всем привет, друзья, это Бурбонный, я только что закончил монтаж ролика, он вышел действительно забавный. Мы столкнемся со многими людьми сегодня и попытаемся купить машину. Также вот два победителя, они получают по 100 рублей, поэтому связывайтесь со мной в ВК. Если ты тоже хочешь поддержать канал и также получить возможность выиграть 100 рубасов, то подписывайся на канал, напиши как тебе этот ролик и поставь видео лайк, это обязательно. Погнали! Хочу рассказать про один канал по GTA 5, Andes Games. К плюсам хотел бы сразу отнести его голос, ты можешь не верить мне на слово и пойти и сам проверить это. А также контента на его канале хватает, это и советы по заработку, рп-ситуации, стримы. И также у него есть несколько роликов про байкеров, а я люблю байкеров, в любом случае ссылка на канал есть в описании, подписывайся. И собственно говоря, у нас есть первый дом. Мне кажется, он должен быть таким-то из-за лузганым, вот он по-хорошему уютным, ну конечно толчок немножко засран, согласен. Машина-то пропала наша, да? Просто в прошлом ролике тут была машина, около этого дома. Она, а нет, не пропала, всё, она просто грузилась, отлично. Но по-моему система посчитала, что эта машина не моя и она судится на соседней сидеть. Хотя мне предлагают доставить автомобиль, но я не могу сесть за руль. Вот, всё, отлично, всё, просто изумительно. Пока дела идут очень хорошо, мне нужно найти ближайший банкомат. У меня появилась новая вкладка в меню, это дом. Тут есть открыть-закрыть его, выгнать всех, то есть можно потерять ещё жинцов. Мебель, машины, сожители. И государству продать в два раза дешевле, почти что. Окей, самое интересное, наверное, мебель, то есть можно что-то поставить. У вас нет мебели, забавно. Короче, с этим мы разберёмся, наверное, чуть позже. Сначала я предлагаю оплатить его в ближайшем банкомате. Правда, я особо не шарю, как их найти. А вот, нашёл ближайшие места. И это важно по той простой причине, что он может просто стыдеть. Также у нас осталось 12 тысяч, и мы можем купить себе машину эконом-класса. Кстати, как я понимаю, вот это вот салон эконом-класса. Я даже примерно знаю, какую машину хочу. Я помню, когда-то катался с чуваком, который решил мне бесплатно подвезти. И он рассказывал о том, что свою машину купил он где-то за 10 тысяч. В принципе, мне хватает. Вот банкомат, давайте попробуем с ним как-то взаимодействовать. Вот, действительно, внести налог за дом. Сколько? 16 из 840 баксов, то есть на счету дома. То есть, реально, он скоро слетел бы тогда. Давай тогда внесу по максимуму это 824, если моя математика верна. Вот, отлично, успешный перевод. Всё, теперь у нас дома плачут. Правда, я не знаю, то есть, как будет быстро сниматься эти деньги. И поскольку речь пошла про затраты, хочу напомнить про свой промокод Бурбон, который вы можете ввести как по регистрации, так и в менюшке вот этой. То есть, тут будет промокод. То есть, он Бурбон, он, в принципе, на первом левеле вам даст 2000 баксов и ещё небольшие плюшки. И также мне тоже с этого придут небольшие денежки, что может помочь в дальнейшем. Короче, давайте сразу попробуем выбрать этот мобиль, не будем особо заморачиваться. То есть, 11 тысяч, ну то есть, я знаю, что я могу купить машину. Так, я сюда, подожди. Прошлый раз, а вот, всё это, как-то, бах, короче, был. Есть 10 тысяч машина почти что стоит. Также есть вот такая. Вот, мне говорили про эту машину. Хз, возможно, что-то получше будет. Ну, в принципе, на них, конечно, выглядят не очень. Вот есть 11 тысяч. Блин, конечно, есть такая, она получше, но нам не хватает прям совсем немного. То есть, у нас 11 100 баксов нам не хватает до машины. Ладно, давайте купим ту, про которую я рассказывал. В принципе, знаете, максимально крутая логика. То есть, такая машина стоит 10 тысяч с крышей. Нам просто убирают крышу, и машина стоит дороже. То есть, маркетинг. Поэтому, да, давайте, окей, купим без крыши, хорошо. Отлично, вы купили автомобиль, ну, торнадо, вот, отлично. В скором времени, окей, нам будет доставлена машина. Мужик, ты что творишь? Эй, ты нормальный? Тебе может лицо дать? Ты что делаешь? Извини. Ладно, хорошо. Я предлагаю тогда, раз такая хорошая новость, довести машину уже до конца, и потом, что поделать в банде? Тут дохренища машин поехала, я не знаю, что это такое. Подожди, мне интересно стало, почему они так, у них лагало, или что это такое? Поскольку мы человек свободный, хотим-едем, хотим-не едем, то есть, ну, такое. Давайте постыдим, что они хотят, типа, нет, они исчезли, они домяковые ехали. Блин, очень странная эта вещь была. Это либо какая-то организация, что пыталась устроить, и скорее всего, это из-за пинга было. Либо просто персонаж из защитников русских, как-то забыл его имя, который управлял камнями, он тоже решил немножко побаловаться, и вот, подбросил немножко автомобили. Мне кажется, это уровень мастерства, когда ты в своих роликах делаешь отсылки к защитникам. Также, возможно, тут чуваки стрелку забили, то есть, реально, вот, ожидают кого-то. Это вагосы. Ну ладно, не буду им мешать, потому что у них там свои дела, поедем дальше, но это реально забавно. Тут бы уже можно было сделать отсылку к бригаде, но, ладно, слишком много отсылок на квадратный просмотр ролика. Чуваки, вообще на изи можно было поднять пять тысяч, потому что сейчас чел ищет дом, то есть, у него бюджет 45к. И я купил свой дом за 40 тысяч, и если бы он мне нужен был на перепродаже, я бы сейчас мог поднять денег. Также, да, 500 баксов, как бы я вроде их заработал, но заработал не себе. Мужик, до города не подкинешь? Видимо, нет. Хотя он остановился, может реально подкинет? У него тут музыка долбит, а я-то не могу его вырубить. Эй, к какому корочеку я сел, я... Мужик, музыка играет громко, не слышу ничего. Реально прям долбит, он еще что говорит. Я еще смотрел на карту, выхожу из игры, давай выйду из машины, что случилось, подожди. Это он? Что случилось-то? У меня хп мало, стрелял кто? Че, она пропала? Серьезно? Че, а, это... Короче, давай. Мужик, я сам дальше, спасибо большое, тебе удачи. Я не знаю, что это было. Ладно, давай, наверное, просто релогнуюсь, так и будет быстрее. Хотя вот есть деревенский магазинчик, а можно зайти. Может, что-нибудь куплю себе. Монтировка, фонарик, молоток, гаечный ключ. Слушай, мне кажется, опасно очень продавать такому чеку, как я, монтировку. А вот сим-карту реально мы купим, потому что эта вещь нужна, она пригодится. 1240948, такой номер я и хотел. Странно, конечно, что в магазине можно купить себе. Да, сколько ключей. Непонятно от чего, но ладно. Также смотрите, что интересно я узнал. Если мы открываем телефон, тут есть фракция. Тут можно посмотреть членов организации. И в сети, в сети знаете кто? Олег. Олег Федоров, это кто смотрел прошлый ролик, думаю, вы знаете. Это человек, с которым мы как-либо взаимодействовали. И да, у меня появляется новая вкладка, рабочая, появится в доме. Надеюсь, что машина моя уже будет стоять около дома, припаркованная такая. А, я в принципе не в доме, появился очень странно. Я появился около дома. Я вижу, что тут есть метка. Возможно, как-то нужно взаимодействовать с ней. Так. Да, слушай, вот все, отлично. Просто нажимаем на нее, и машина появляется. Сзади гитарка, шляпка. Э, она закрыта. Серьезно. А вот EG, менюшка управления. Тут есть открыть, закрыть багажник, дверь, инвентарь ее. Открыл? У вас нет ключей от этого транспорта. Должно быть что-то... Спрятано. Очень глубоко. Ааа, то есть мне нужно... Серьезно, вообще-то как-то странно работает система. То есть я покупаю в магазине 24 на 7 рандомные ключи, которыми открываю свою машину. Что? Подожди, это очень странно. Возможно, это не так работает, и я себе так придумал. Ну, связка ключей. Хорошо, я купил. Сейчас я прибегу, мне скажут, что все равно нет ключей. Посты, открыть, закрыть двери. У вас нет ключей от... Короче, я просто так купил связку. Серьезно. Может, нужно тут нажать на машину и что-то выбрать. Ну вот, есть машина. Восстановить, получить дуплокат ключа. Ааа, серьезно. Давай попробовать получить дуплокат ключа. Да? Все? Все так было просто? Типа, теперь вам пробуем открывать дверь... Ааа, да. Ну, как бы это бурбон. Все, мы завели машину. Музыка долбит. Там, кстати, основного по-моему на секунду услышал, да? Но, неважно. Все, друзья, у нас есть автомобиль. Давайте попробуем поехать к мэрии и будем говорить, что мы таксуем. Возможно, подзаработаем таким образом. Мужик. Мужик, мужик, тебя подвезти. Здравствуйте. Попробуем пообщаться. Что? Блин, серьезно? Просто вот так вот? Че, мужик, ты че творишь? Че он делает? Просто берет всех, убиваю. Чего? Там оружие есть рядом, и я могу подобрать его? Серьезно, там кейсик есть, че? Как? Че? Че за говно происходит? Че? Че? Эй, там выпало. Подожди, я хочу подобрать, но я не могу. Подбери, пожалуйста. Да как так-то? Че за говно? Тот человек, он, вон, видите, с ломом, он убил меня почти, что он взял и начал меня. Я просто не понимаю, что делается. Вызывайте полицию, что он делал? Он всех убивает просто. Что за сумасшедший, кто его выпустил? Вот, все, да, видите, админы работают, его на час посадили. Но вы видите, что мэрия довольно-таки опасное место, где дохренища народа. Каждый, в принципе, чем-то своим пытается заниматься. Забавно. У тебя что-то не нравится, я не понял. Ёма, видишь, как мне сразу не понравилось, сразу прилетело в голову. Мужик, это вообще моя ласточка, ты как бы, это, ты имею уважение тоже. А, имею. Ты перекрасил хоть чуть-чуть, а не? Ну слушай, сбережений-то не хватает, мужик. Я бы, были деньги, ты можешь подкинуть немного лавешки, я перекрашу с удовольствием, братан. Денег нет, я последнее. Что, мы 120 баксов перекинули? Последнее отдал, последнее отдал за авто. Мужик, слезь с капота моего. Хватит своими, это, трусами, это, вот, ягодицами, вот это мне в лицо, как бы. Мужик, подними меня, я всю жизнь работал стриптизером, сейчас меня уволят. Ну слушай, опыт, опыт виден, опыт виден. Не успокоится, прости. Ну в принципе, я спокоен. Сейчас подрулю какого-нибудь лайтового музончика себя, можешь продолжать. Всё, парни, меня уложили. Сейчас приват. Слушай, довольно-таки неплохо. Там вон к этой агрессии идёт, вон ломом кого-то бьёт. А я просто наслаждаюсь видами загорелого теньца. Ах, да. Мужик, ты чё делаешь, ты мой фарушин разбил? Это нормально. Сука! Ты чё творишь? Иди чё задавлю. Ну всё, держись, братан, держись. Я, я, я завожу свою ласточку. Это уже покушание, это уже покушание на убийство. Мужик, я тебя обреждал. Иди сюда, иди сюда, урод. Ты чё творишь вообще, козлина? Я сейчас, блядь, подойду. Да я не тебе, тут, я не тебе. Сорян. Мужик, да я не хотел, да ты по дороге бежал. Тут есть один неадекват, он взял, выломом избил. Вон чё, он добивает его. Вызывайте докторов. Тут человеку плохо. Я тебя сейчас задавлю, реально. Ты чё творишь, это покушение? Это покушение, мужик, я тебя сейчас задавлю. Ты меня вынуждаешь. Всё. Тебе нормально, не так? Я тебе нормально, не так? Куда едем? В какую именно? Баскетбольный клуб? Могу, могу, бра-бун, бра-бунду, я там немножко это, связи есть, как бы. Вот это малышка у тебя к 100. Это да, это да. Старший, короче, есть один. Ну, слушай, до банды будет 250 баксов. Нормально, устраивается. О, бля, братан, с 14 он всё потратил на лицензию. Ну, слушай, мне же нужно кто-то зарабатывать, но сколько у тебя есть? Ну да, у меня только 14, вообще мало. Ну давай 14. Ну давай 14, чё поделать. Раз ты будущий член банды, возможно, то давай сделай скидку. Ну вот это щедро. Вот так вот, в принципе, ты работает. Погнали, короче, я уж не помню, где не находится Марабунда. И что всё, спасибо. Хотя бы что-то, ну поедем. Вижу тут две гитарки, да, нормально. Да, слушай, как бы вечерами там, поигрываем около костра. Вот. Вот это вот, что-то помню такое вот, пел-пел. Приятные обстановки тогда. Да, ну слушай, у нас там есть Олег, он правда немножко чёрный, но он хороший чел, если найдёшь его, скажи, что ты от Джона. Олег, здорово. Здорово, здорово. Джон, тут, короче, заходи в нашу радиосведь. Скоро пойдём, наверное, на этот зону отбивать, не знаю. Чё-то ребята собрались. Понял, хорошо. Ну всё, тогда сейчас буду. Короче, друзья, я предлагаю вам заканчивать наши приключения. Спасибо большое за просмотр. Следующая часть уже начнётся с того, что мы куда-то пойдём, я не знаю, что они хотят. Там либо что-то, наверное, запрещённое будет. Короче, пришёл сейчас в Дискорд. Посмотрим. Всем, друзья, пока. Спасибо большое за просмотр. Также ставьте лайк, подписку на канал, это обязательно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok